утильсбор получается в пользу то есть то что есть негативного в ней в этом инструменте да оно сработало в пользу отечественных производителей сельхоз техники и этого быть не должно то есть утильсбор он сам по себе да именно производство сельхозмашиностроения оно само по себе и вот как бы утильсбор он наше видение такое утильсбор его нужно собирать да естественно в гораздо меньших размерах но вмешивать сюда именно взаимоотношения рыночные и они не должны здесь присутствовать и фермер должен сам выбирать на какой технике он должен работать и здесь очень важно еще разобраться с таким моментом что некоторые если не сказать много техника уплачивается уплачивается утильсбор в стране производства то есть получается что импортная техника здесь вдвойне в неравных условиях надбавку по цене она получила в стране производства приезжает сюда в казахстан и здесь еще раз она облагается вот этим сбором то есть там несправедливость в то же время отечественное как мы всегда говорим машиностроение потому что там низкий очень уровень локализации это сборка мало того что им куча преференций здесь как субъектом промышленной промышленности еще и получается они им возвращает некоторые деньги с этого утильсбора утилизационный сбор вот его величина она равна в общем-то инвестсубсидиям небезызвестным тоже сельском хозяйстве все кто сталкивался с ним знают что на ту же самую технику на которую введен утильсбор также существует и так называемые инвестиционные субсидии ну и вот в общем-то очень много есть расчетов когда фермер получает инвестиционные субсидии государство заинтересовано в том чтобы он работал на нормальной новой технике да и получал урожай в срок и соответственно сокращал свои расходы по производству был более мобильным увеличивал производительность труда и так далее так далее о чем говорится очень много с трибун и в то же время вот ровно почти на ту же величину у нас есть утильсбор то есть с одной одной рукой мы даем другой рукой мы забираем сам утильсбор он как бы история из другой отрасли да то есть это если с точки зрения вот прям чистое агрария смотреть да то есть это какое-то нововведение которое пришло откуда-то непонятно откуда я в общем-то все делаю правильно аграрий так ну как сказать среднестатистически может так думать я делаю все правильно все это ты и как бы мне там особо не волнует да вроде бы я все там требования выполняю но здесь мы как раз таки должны мыслить ну в интересах наверное всей страны да к чему привызывают также вот более такие холодные головы потому что действительно выхлопы есть да с другой стороны нету комплексного подхода вот чем мы всегда чем мы всегда страдаем то есть аграрии же не просто производят какие-то какой-то углекислый газ газ они живы еще и потребляют да ну то есть если мы рассуждаем с точки зрения экологии то мы должны еще понимать что ну то есть там не только отрицательное что-то там есть еще и положительное несмотря на то что как бы экология важна не отрицая как бы этого постулата мы еще должны думать как бы собственно самой отрасли в которую произошло вот такое вот не очень тактичное скажем так вторжение да и мы видим что утиль сбор да там максимальная ставка по моему районе 13 миллионов на комбайн это где-то порядков но зависимости понятно от стоимости 5 7 процентов до от стоимости соответственно на ту же самую величину фермер должен уже должен повышать как бы это легло в его затраты он должен повышать стоимость своей продукции чтобы не сработать в минус да вот по этой части соответственно выросла выросли цены на в том числе из-за этого выросли цены на производ производные до полеводства ну и потом это все ощущает рядовой покупатель на подходя к полке с хлебом с маслом и так далее президент высказался за то чтобы администрирование утиль сбора передать в государственный орган мы очень-то поддерживаем эту идею потому что да мы понимаем что здесь может быть бюджетное администрирование будет осложнено но мы же как бы сбор этот будет поступать в казну до которая в общем-то оперируется тем в общем вся казна оперируется грамотными в том числе финансистами до которые прекрасно будет видеть что вот именно эти деньги они пришли вот именно поэтому на этот корреспондентский счет да соответственно вот это именно эту сумму я надеюсь мы надеемся очень что она будет направлена ну может быть на решение вопросов а пока